Здравствуйте! Сегодня я расскажу про встречный удар правой рукой под левый джеб. Дело начала, что вам нужно сделать? Если мы собираемся встречать человека правой рукой, нам нужно встать в стоечку и нам нужно всегда во время боя находиться на задней ноге вес тела и подстраиваться под соперника, чтобы очень жестко и вовремя встретить правой стороной, полчаса правой рукой, не заряжая правую руку, а чтобы она была всегда в заряде. Никаких лишних движений в виде заряда делать не нужно. Классический вариант – правый кросс. Самый излюбленный и самый любимый в принципе всех боксеров. И нам нужно запомнить, что правый кросс бьется именно вперед и прямо, это не боковой удар. Что нам нужно сделать? Мы становимся в стоечку, как говорили раньше, на заднюю ножку и во время нанесения левого прямого нам нужно сделать уклон вот сюда. В принципе, на правую руку любой встречи делается одинаково. Я делаю встречу и наношу правой прямой, вот туда вот. Разница лишь только в том, что у меня рука идет чуть сверху и между головой и плечом остается пространство, где может пройти левая рука. Как нам подстроиться под соперника? Мы становимся, когда во время боксирования человек бьет и мы подстраиваемся, смотрим на его скорость и наносим сам удар. Ни в коем случае нельзя делать вот так. На каждое действие. Не получится. Наша задача наоборот как будто синхронизируется с соперником и ударить тогда, когда он этого не ожидает. Второй вариант – правый свинг, где мы бьем не по прямой, а бьем по кругу сверху вниз. Что нам нужно сделать? Мы бьем примерно так же, как кросс. В отличие от кросса в том, что мы руку закидываем сверху и вниз по кругу. Мы закидываем руку вот сюда вот, именно по кругу, стараясь зацепить либо висок, либо челюсть. Точно так же оставляем пространство между плечом и головой, чтобы рука прошла и наносим сам свинг. Причем забавно по поводу свинга. Свинг можно делать на второй темп, как я говорил с задержкой, когда вы бьете именно встречу. Можно сделать вот так вот. Потому что очень часто люди привыкают к обычной встрече и можно сделать сел, а потом сам удар нанес. Получается очень сильно и очень болезненно. Еще одна встреча – правый апперкот. Он сложнее в исполнении, потому что вы подставляете себя и вам нужно сделать маленькое движение в левую сторону. В апперкоте нам нужно на ногах подсесть чуть-чуть пониже и во время удара чуть привстать. И смещение тела происходит вот сюда, во внутреннюю сторону. Получается, мы защищаемся и бьем вот сюда, где не нужно делать вот так вот. Руку выбрасывать не нужно. Наша задача, наоборот, зайти именно ближнюю дистанцию, скрутиться. А рука работает как в статическом состоянии. Вы работаете просто корпусом, только одним корпусом. А рука проходит вообще возле затылка. Самый сложный вариант нанесения правого прямого под левую руку в разрез навстречу с маленьким смещением влево и нанесением правого прямого таким образом, где у вас локоть выходит вверх-вперед, без поднятия в сторону. Наша задача подстраиваться под человечка и обязательно короткий шаг левой ногой вот сюда вот в сторону. Причем изначально мы можем делать специально вправо шаг, чтобы человек адаптировался и бросал ручку чуть-чуть правее в мою сторону. А во время удара я делаю, наоборот, навстречу. И в отличие от кросса, когда я кросс бью, ноги остаются на земле, а в данном моменте я левой ногой шагаю чуть-чуть по диагонали вперед и влево. И обязательный момент. Если я подниму локоть, то удар сам произнести не смогу, потому что удар придет в его левую руку. А моя задача ударить как можно уже. Вот туда вот. Узко, навстречу. Крайне редкий используемый вариант, когда я пытаюсь ударить правой рукой сверху, будучи когда соперник ниже меня. И пытаюсь одновременно предплечьем сбить его руку. Моя задача во время нанесения левого прямого чуть привстать, а именно нанесением своего удара подсаживаться, где предплечье сбивает его руку, после чего правая рука попадает в цель. Во время боя что я делаю? Я опять же подстраиваюсь под своего соперника и делаю движение. Получается вверх, а потом вниз, именно во время самого нанесения. Еще один вариант. Когда мы делаем навстречу, встречный удар справой руки, где пытаемся левой рукой сбить удар левой руки противника и нанести удар, где бьем либо правый прямой, либо правый апперкот. Что нам нужно сделать? Мы подстраиваемся под соперника и в тот момент, когда он не ожидает, пытаемся левой ручкой убрать его ручку. Очень коротко и быстро. И одновременно наносим удар. Не с запозданием, а именно как будто вы бьете просто правой прямой и с одновременным сбивом левой руки. Сложный вариант нанесения правого прямого навстречу в разрез, где мы пытаемся правой рукой подбить левую руку и после чего нанести удар. Подбиваем, получается, локтем. Наша задача под левую руку научиться бить не узко, а наоборот, где я поднимаю локоть и после чего наношу сам удар. Он именно скользящий. Этот вариант для более подготовленных спортсменов и требует больше физической силы. Еще один вариант встречи, где мы делаем сайдстеп и наносим правой рукой любой встречный удар. Данное исполнение на сайдстепе очень эффективное, потому что в основном во время атаки соперника все уходят назад. И если делать движение в сторону, вы, во-первых, убегаете с линии атаки, а во-вторых, наносите урон. И зачастую получается сильный урон, потому что многие этого не ожидают. Наша задача какая? Когда идет удар прямолинейный вперед, моя задача правой ногой переместиться под 90 градусным углом в сторону вправо и нанести одновременно удар. В зависимости от дистанции руки, например, у меня в данном моменте длинные руки, я могу себе позволить бить апперкот. Я могу это сделать на одно движение, либо же могу это сделать, убираю левой рукой и бью на сайдстепе. Либо одновременно подставляю руку и бью на сайдстепе. Подстраиваюсь и на сайдстепе наношу сам удар. Также можно делать и с правым прямым, и с правым боковым, где я смещаюсь, бью в право прямой и в право боковой. И еще, господа, запоминайте сразу же, нельзя делать сайдстеп, получается вот сюда, по диагонали. Не достанет рука просто. Ваша задача именно сместиться в сторону, чтобы рука пришла в цель. И пытаетесь бить просто как будто в линию своего носа. Вот вы разворачиваетесь, как смотрите на соперника, в линию носа и бьете, а удар сам приходит в цель. Что боковой, что прямой, что апперкот, что со сбиванием, то с одновременно защитой. Как хотим. Подстраиваемся под соперника. Нанесли. Главная особенность встречного удара заключается в том, что его нужно бить без сомнения. Ни в коем случае нельзя сомневаться. Подписывайтесь на канал Баттон Свет и без сомнения ставьте свои лайки. Для начала атаку нам надо сковать соперника. Соперника мы сковываем с помощью разных технических действий, таких, например, как финт или ложный шаг. Кроме этого мы еще должны уходить с линии от этого. Самое первое и самое простое. Финт. Я изображаю какой-либо удар в любой уровне.